Еще совсем недавно швейцарские фермеры свысока смотрели на так называемое биологическое сельское хозяйство. Однако сегодня на долю инновационного аграрного сектора в стране приходится уже примерно 12 процентов всех угодий. Биологическое фермерство сильно зависит от специального ноу-хау. Один из источников таких знаний расположен здесь, в Швейцарии. Речь идет о научно-исследовательском институте проблем биологического сельского хозяйства, который вот уже 40 лет занимается вопросами интенсификации современного агропроизводства. Сейчас институт решает вопрос кормовой базы молочных коров. Обычно они пасутся на пастбищах, потребляя свежие корма, в которые многие фермеры добавляют питательные смеси на основе сои. Из одного килограмма сои получается 2 литра молока, которое, правда, состоит в основном из воды. Процент содержания в нем сахара, белков и жиров очень невелик. В Швейцарии импортируют 65 процентов кормовых смесей на основе сои. Это ведет к росту ценное сырье и негативно отражается на продовольственной безопасности стран третьего мира. Может быть, стоило бы вообще отказаться от таких кормов? Мы обнаружили, что долю содержания концентратов вполне можно без ущерба для здоровья животных сократить в среднем на четверть. При этом рождаемость у коров даже повысилась. Кроме того, надои у них снизились в степени гораздо меньше, чем мы ожидали. Слава о достижениях этого швейцарского НИИ добралась даже до страны восходящего солнца. Швейцарские фермеры получают поддержку как от правительства, так и от этого института, который осуществляет научный мониторинг качества почв и состояния здоровья животных. В результате мы имеем безопасные и полезные продукты питания. Я весьма впечатлен. Экспертные оценки института традиционно высоко ценятся за рубежом. Например, один из его европейских партнеров ищет сейчас альтернативу минеральным удобрениям. Что посоветуют специалисты из Швейцарии? На примере кукурузы мы доказали, что альтернативой химии могут уступать компост и навоз. Проблема, однако, состоит в их недостаточной эффективности. Поэтому сейчас мы пытаемся найти своего рода природные катализаторы, такие как бактерии или культуры грибов, с помощью которых действенность естественных удобрений может быть доведена до уровня минеральных. Конечная цель – разобраться, какие бактерии подходят для каких культур и для каких регионов мира. Пока такие технологии являются для развивающихся стран недоступной роскошью. Хотя органическое земледелие способно в целом стать для них решением очень многих проблем. А вот можно ли накормить таким образом весь мир? При определенных условиях это вполне возможно. Ведь самая большая проблема сельского хозяйства сегодня состоит не в дефиците агропродукции, но в недостатках логистики. Сейчас от 20 до 50 процентов продовольствия просто теряется по пути от поля к потребителю. Если проанализировать социальную структуру глобальной нищеты, то мы увидим, что половина бедняков в мире – это крестьяне, не способные произвести достаточно продовольствия даже для собственных нужд. У них нет доступа к финансам и инфраструктуре, технологиям и знаниям. Мы убеждены, что разрабатываемые нами весьма простые методы экологического агропроизводства будут способны в корне улучшить их ситуацию. Виде можно переклипнуть на среду, нам дадо, кacy. Виде можно отклипнуть на среду? 例えば, в аргипеде не в сундеertан, они можно с Wozat-Свейте улучшить быстрые методы, их имени выжить. И, конечно, мы можем улучшить Deфе. улучшить их ситуацию. Парапец. здесь, для улучшения, улучшения, Продолжение следует...